Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Выездное совещание по вопросам благоустройства было проведено в городе Видное. Состояние удовлетворительное, но, конечно, есть не чем работать. Большая тренировка по антитеррористической безопасности прошла в досуговом центре «Юность». Внимание! Чрезвычайная ситуация. Всем покинут помещение. Прием врача-гериатра в Молоковской амбулатории. Мне давление было до 200 на 100. Вот лично она меня подняла. Заместитель руководителя Главного управления содержания территории Московской области Александр Боровков провел выездное совещание в Ленинском городском округе. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации муниципалитета Елена Дубовицкая и представители МБУ благоустройства. В рамках встречи была проведена проверка готовности общественных пространств к весенне-летнему периоду. Начался осмотр с дворовых территорий по улице Лемешко. Состояние удовлетворительное, но, конечно, есть над чем работать. Это всегда так было, есть и будет. Снег еще не везде сошел. И когда сходит снег, в проталинах появляется мусор, который жильцы и жители иногда выкидывают не там, где положено. Поэтому просто задача не сколько наказать, а сколько предупредить. Также в рамках выездного совещания были проинспектированы дворовые территории в жилом комплексе Зеленой аллеи и на проспекте Ленинского комсомола. Все площадки в удовлетворительном состоянии. Но коммунальным предприятиям еще предстоит убрать остатки наледи и мусора, который появился после таяния снега. Все замечания были взяты на контроль. С 1 апреля в Подмосковье стартует месячник благоустройства, который продлится до 1 мая. За это время все общественные территории муниципалитетов будут приведены в порядок. Большая межведомственная тренировка по антитеррористической безопасности прошла в досуговом центре «Юность» поселка Петровская. В ней приняли участие работники учреждений культуры и различные экстренные службы. Подробности в сюжете Татьяны Брыловой. Сегодня утром 22 марта в 10.59 в досуговом центре «Юность» поселка Петровская охранникам был обнаружен подозрительный предмет. Руководство учреждения тут же передало информацию в службу 112. Так началась тренировка по антитеррористической безопасности. Все происходило стремительно. Сотрудник охраны провел оцепление. В это же время руководитель досугового центра, включив сигнал тревоги, звонила по телефону 112. Здание было заполнено людьми. Все они слаженно эвакуировались. Внимание! Чрезвычайная ситуация. Все покинули помещение. Ответственные, проверив каждую комнату, также покинули здание. Жанна Александровна, эвакуировано из здания 41 человек. Один за другим начали приезжать автомобили экстренных служб. Полиция, пожарные, сотрудники Росгвардии. Последние провели оцепление территории. В помещение прошли кинолог с собакой. Их задача была определить, представляет ли угрозу предмет, найденный в фойе, и нет ли в здании других опасностей. После отчитались, взрывчатых веществ не обнаружено. За процессом эвакуации и дальнейшей работы спецслужб следили наблюдатели. Константин Русаков отметил четкость выполнения действий всеми участниками тренировки. Все службы сработали оперативно, действия налажены. Все было проверено грамотно. Все люди эвакуированы, сотрудники в порядке, без повреждений все прошло. Все прошло на хорошем уровне. Эксперты по результатам тренировки тоже поставили высокую оценку, что говорит о хорошей подготовке как специалистов, так и работников культуры. Главной целью тренировки было обучить персонал объекта культуры способом противодействия терроризму. Практически были отработаны вопросы эвакуации. Эвакуирован 41 человек. Оценка действиями персонала объекта дана положительная. У нас именно такого масштаба – это первый раз мероприятие. Оно не неожиданное, оно было в плане, мы к нему готовились. Проговаривали разные моменты, разные ситуации, проходили ножками пути эвакуации. Завершилось мероприятие под введением итогов. Очередная большая тренировка в муниципалитете пройдет в следующем квартале. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Гульнар Абалаева, Видное ТВ. Жить долго, а главное, не теряя вкуса к жизни, может помочь врач-гириатр, специализирующийся на заболеваниях пожилого возраста. Прием такого специалиста ведется в Молоковской амбулатории. Подробнее в нашем сюжете. Уже полгода в Молоковской амбулатории работает кабинет гириатра. Это врач, который занимается профилактикой и лечением заболеваний пожилых людей. Работа направлена на сохранение качества и продолжительности жизни пациентов. Люди к этому возрасту уже имеют ряд хронических заболеваний. И при наличии возраста и его особенностей, конечно, эти заболевания могут протекать по-другому. Плюс ко всему наслаиваются заболевания, которые развиваются с возрастом. Это болезнь Айцгеймера, Паркинсона, нарушение когнитивных функций. К людям в возрасте нужен особый подход. Доверительные отношения между врачом и пациентом приводят к тому, что многие бабушки и дедушки приходят на прием не только, чтобы проверить свое здоровье, но и за возможностью пообщаться. А хорошее настроение, как известно, способствует лечению. Это очень нужный хороший кабинет, я так считаю. Когда всегда двери открыты, приходишь, всю свою душу выльешь, тебя послушают, тебя поймут. И все сделают для того, чтобы было все хорошо. При первом посещении нужно будет пройти специальный тест на когнитивные способности. С его помощью сразу можно выявить отклонения и начать работу. Также пациенту измерят давление, массу тела, уровень кислорода в крови. По итогам исследований пожилых людей отправляют на дополнительную диагностику или к узким специалистам. Мне давление было до 200 на 100. Вот лично она меня подняла. У меня спина болела, ноги отымались, руки вообще не владали. Вот она вот меня вылечила, она меня на ноги подняла. Прием врача-гириатра ведется два раза в неделю. Записаться можно либо через терапевта, либо через портал госуслуг. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Волонтерское сообщество «Мир нашему дому» вот уже несколько месяцев работает в округе. Организаторы – супружеская пара из Видного. Поддерживают и помогают батальону в Луганске. О том, какая работа уже была проделана и что еще предстоит сделать, расскажет Юлия Погасьян. История Елены и Виктора Любимцевых началась в прошлом году, когда их сын не смог сидеть, сложа руки и добровольцем пошел защищать родину. Отправился в зону проведения специальной военной операции. Несколько месяцев родители не находили себе места и в один день решили, что тоже так или иначе должны оказывать поддержку бойцам СВО. Тогда и образовалось волонтерское движение «Мир нашему дому», которое работает в телеграм-канале. Когда родилась группа, тут же начались чудеса. Мне позвонили, сказали, Лен, едет съемочная группа в ЛНР, в Лисичанск, снимать фильм про одного из комбатов. Не хочешь туда съездить? Ну, ты же, говорит, как бы хочешь волонтерством заниматься. Я говорю, я очень хочу. С тех пор Видновское волонтерское движение помогает именно этому батальону, в котором более 500 военнослужащих. Гуманитарную помощь супруги доставляют самостоятельно. Уже было шесть таких поездок. Говорят, волонтерам на Донбассе рады. Везде пропускают и доброжелательно встречают. Когда все начиналось, все решили, что дети должны писать письма ребятам туда на фронт. Какое было мое удивление, когда мы приехали, достали эти письма, они начали их читать. Мы потом ни одного бойца не могли заставить на камеру прочитать письма. То есть у них слезы, эмоции. И я, конечно, был не то что удивлен, просто поражен этим всем. И как эти письма разошлись на талисманы. А из материального больше всего военнослужащие нуждаются в одежде, обуви и нижнем белье. Все это быстро изнашивается. Также несколько раз волонтеры доставляли бойцам рации и наушники. Купили для батальона четыре автомобиля. Ценности другие появились. Совершенно. То есть сейчас уже не думаешь, грубо говоря, куда сходить в выходные, в кафе или в кино. А думаешь, где подешевле ботинки надо быть для ребят. Или где, куда бы съездить. Вот 8 марта буквально недавно мы ездили, искали патриот у вас для ребят. То есть весь выходной объездили. И это ни с коим образом не приносит усталость или тяготы. А наоборот, это приносит какое-то удовольствие от проделанной работы, что ты помог. Несмотря на то, что сейчас в волонтерском движении ни много ни мало, а более 100 постоянных благотворителей, общественное направление всегда нуждается в новых людях. Вступить в ряды очень просто. Подписаться на телеграм-канал «Мир нашему дому» и начать помогать. Юлия Пагасьян, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видно этого. Столетию кинорежиссера Леонида Гайдая был посвящен фестиваль актерской песни «Белеет мой парус». Поклонники его фильмов вот уже третий год собираются во Дворце культуры «Видное». Песни из любимых комедий слушала наш корреспондент Галина Житкова. Комедии Гайдая любят все. Талантливые фильмы реально затрагивают тонкие струны души, а стрелы юмора попадают в самое сердце. Многие песни из его 18 творений давно стали поистине народными. У жены натихаре от Сустава правится. Конечно, это самая лучшая песня в новогоднюю ночь, я думаю. У меня там из бриллиантовой руки, про зайцев, поем, все в караоке, гитара постоянно с нами дома. В программе фестиваля «Белеет мой парус» более 20 концертных номеров. Каждый участник от души порадовал зрителей мастерским исполнением любимых песен. Песня «Белеет мой парус» Фестиваль объединяет нас, работников культуры, поскольку здесь каждый из нас пытается показать, не просто выйти с номером, но как-то его еще театрализованно показать. Наиля Обзялова и творческий коллектив из Молокова выступили с песней, что не вошла в фильм «12 стульев». «Полосатая жизнь» впервые прозвучала для гостей киноконцерта. На фильме «Гайда я выросла», это мой самый любимый режиссер. Песни мы всегда поем, любая вечеринка, вечер, они нам просто помогают, что они вдохновляют нас на творчество. Главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова впервые выступила на сцене Дворца культуры. Песни на слова Роберта Рождественского теплом отозвалась в душах многих зрителей. «И давняя любовь моя останется единственной. Любовь моя далекая зовет меня, хранит меня». Моя лирическая натура подсказала мне, что нужно брать то, что к душе ближе. А именно песня из фильма «Однажды 20 лет спустя». Наверняка многие этот фильм любят, помнят. «Помоги мне. Песенка про зайцев и медведей. На Тихорецкую. Если бы я был султан. Постой паровоз». Разноцветный калейдоскоп любимых песен участники фестиваля предложили зрителям. Каждая мелодия нашла своего поклонника. «Та традиция, которая рождена три года назад, проведение подобных фестивалей, а первый посвящался Миронову, я думаю, что она будет продолжена. И вот четыре года, а уж пять-то точно, мест яблоку негде будет упасть». О юбилейной дате, кого из композиторов или кинорежиссеров, будет посвящен следующий фестиваль, узнаем уже в 2024-м. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видно-ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова